Субтитры сделал DimaTorzok Сколько в Украине поддельных лекарств? Расскажем и покажем. Переименуют всех. У нас был Екатеринослав, вы знаете, потом Новороссийск, тоже все спрашивают о боже. В какие сроки? А главное, за какие деньги? Для каждой семьи это, может быть, в рамках тысячи гривен. Все, о чем говорят и спорят, прямо сейчас в подробностях недели. Добрый вечер, добрый. Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. Борьба с коррупцией – одна из главных тем, прошедших семи дней. И только сейчас появился человек, который ее возглавит. Президент утвердил главу Национального антикоррупционного бюро. Что за человек и каких изменений ждать? С этого и начнем. Кандидатов на этот пост было ни много ни мало 161. Среди них и очень известные люди. Например, легендарный следователь Генпрокуратуры Галина Климовича или вот Виктор Чумак, замглавы парламентского комитета по борьбе с коррупцией. Были и иностранцы. Например, американский украинец Богдан Витвицкий. Он в Штатах работал федеральным прокурором. В прессе часто обсуждали и Михаила Саакашвили, как возможного главу бюро. Да и он сам в интервью признавался, что думал о такой карьере в Украине. Но вынужден был отказаться, ведь для главы бюро обязательно украинское гражданство. А Саакашвили не хочет терять грузинское. Ну, в итоге. В итоге конкурсная комиссия выбрала двух кандидатов. Артема Сытника и Николая Сирова. Из них уже выбирал президент. И вот на днях Петр Порошенко, наверняка вы следили за новостями, помните об этом, назначил директором бюро Артема Сытника. 35 лет, адвокат, работал следователем. Коллеги рассказывают, что вел антикоррупционные дела и доводил их до суда. Первое интервью в новой должности нашей программе. Только что Артем подъехал в нашу студию. Вечер добрый, проходите, пожалуйста. Мои поздравления с назначением и спасибо, что нашли время. Вы знаете, вопросов очень много. И самое главное, чтобы наши зрители, все, кто смотрит нас сейчас, поняли, что вы за человек и каковы ваши приоритеты. В первую очередь, скажите, а вот штат вашего бюро, сколько людей будет, когда заработает? Ну, согласно закону про Национальное декоррупционное бюро Украины, штат бюро складает 700 осіб. Одразу хочу отметить, что из этих 700 осіб директор имеет право призначити без переведения конкурсов только четыре. Это первого заступника и трех заступников. Все другие люди, или это начальницейского склада, или это силовые подраздели, или это государственные службы, это детективы и аналитики, они призначаются через процедуру открытого конкурса. Я правильно зрозумів, что любой украинец может подать свою кандидатуру до вашего антикоррупционного бюро? Не любой украинец, а украинец, который отвечает требованиям для работников бюро, которые назначены в сгаданном законе. И если они отвечают этим требованиям, они будут мать право без обмежений подать свои документы на участие в конкурсе. Как узнать, когда будет конкурс? В ближайшее время, я надеюсь, будет работать сайт Национального антикоррупционного бюро. И буквально на наступном тижне будет выкладана первая информация про проведение этих конкурсов. Одразу хочу отметить, что вход к конкурсу будет транслироваться в режиме онлайн. То есть, будь-який гражданин украин, если он будет мать желание, он будет мать возможность с начала конкурса и до его оглашения результатов просвятовать его вход. Ага, так реалити-шоу только серьезное? Ну, в принципе, будет аналог конкурса на посаду директора антикоррупционного бюро, вскоре все, что происходит в конкурсной комиссии, оно транслировалось в режиме онлайн. То есть, каждое заседание, начиная с оглашения и заканчиваясь с оглашением результатов конкурса, оно транслировалось в режиме онлайн. Ну, доброе, конкурс конкурсом. У вас есть уже какие-то прозвища на примитии просто? Ви хочете кого-то запросить? Ну, я еще раз повторю, что я обмеженный четырьмя посадами. Я на сегодняшний день почав вивчать особовые справы других кандидатов, которые подавали свои документы на конкурс, на занятие посады директора антикоррупционного бюро. Деякие справы уже выбрал, но еще с людьми не связывался. Я хочу их все перейти, все 161 комплект документов, те, что вы назвали. И потом, возможно, с ними связываюсь и уже запрошу на співбесаду. Даже если эти особи не попадут в керевную складу бюро, то, возможно, я перед этим телефону и запропоную подать эти документы на конкурс, уже на занятие посад керевных в самом бюро. Сколько в самом бюро будут керевные посади, это будут начальники управления детективов, начальники аналитики, начальники отделов детективов. Тобто, керевные посади будут, и, соответственно, люди, которые имеют опыт керевных посад, они будут. Вы знаете, вы про это говорите, у меня очень простое вопрос, и такое очень насущное, у людей оно сейчас точно возникло. А сколько платить будут? Ну, вы же знаете, все эти разговоры, когда говорят, что люди не могут быть неподкупными, даже в числовых структурах, когда они получают за мало? Ну, тут законодательство поступило правильно. Він, размер заработной платы представителей бюро, он визначил в законе. Тобто, не так, как это было, когда было в законе отсылание до постанови Кабина. А там уже сколько намалювалось? А там уже сколько намалювалось, сколько будет. Тут размер заработной платы, он четко прописан в законе. И, ну, как приклад, зарплата рядового детектива, там будут старшие детективы и детективы. Тобто, зарплата детектива где-то будет складывать больше, чем 30 тысяч гривен. О, слушайте, это серьезно за нынешних часах? Ну, я, если, ну, это 23-я статья закону, если кто-то может поделиться на эти размеры, это зарплата достойная, тем более, чем по нынешним часам. И я думаю, что она дозволит людям сконструироваться на работе и заниматься выречением тех заданий, которые стоят перед бюро. Вы знаете, я вам хочу сказать, про что люди думают, на что сподеваются в вашей работе. Есть социологический опрос, который буквально только что появился, ожидания украинцев. Ну, вот на днях буквально авторитетнейшая организация Transparency International опубликовала результаты опроса. Два месяца расспрашивали, ну, скажем так, капитанов украинского бизнеса. Более двух с половиной тысяч человек опросили. И вот что выяснилось, смотрите, почти 60% опрошенных борьбы с коррупцией не заметили. Почти треть считают, что за последние полгода с коррупцией в стране стало еще хуже. И только 15%, ну, задумайтесь, только 15% опрошенных говорят, что почувствовали улучшение. Вот что еще интересно. Регионами, где хуже всего обстоят дела, бизнесмены назвали Одесскую, Запорожскую и Хмельницкую области. А вот самыми коррумпированными ведомствами руководители предприятия считают, ну, вот наверняка догадались, налоговую агентство земельных ресурсов, ГАИ, Таможню и МВД. Скажите, а вы как-то собираетесь приделить, ну, скажу так, приделить особую увагу якимись проблемным, або проблемным регионам, або проблемным галузям? Я хочу начать с проблемных регионов. Закон позволяет директору створювать региональные управления, не больше всего по Украине, без привязки до определенного города. То есть, если будут результаты вопросов и будет заявлено, что, например, Одесса – один из накорумпованных мест в Украине, то директор бюро своим решением мает право створить там региональное управление, которое будет уже працювать по этому региону и выявляти коррупцию. То есть, ваши співробітники могут безусловно працювать в каком-то месте, в каком-то регионе? Да. Ну, я же говорю, что можно створить не больше семи территориальных осіб. Ну, как, например, Одесса, Харьков, Львов. Ну, то есть, на росту директора с рахованием тієї криминогенной обстановки, которая в этих местах. Какими правилами вы будете заниматься? Знаете, я, может, так и простое вопрос, скажу, но про него много кто думает. Кому уже сейчас начинать бояться? На каких уровнях, в каких местах? Ну, приоритетами бюро является посадовство высших эшелонов влади. Это будет первым приоритетом. Мне удивительно, что в этом перелике нет представителей судового гилки влади. Можливо, это объясняется тем, чтобы опитывали представители бизнеса, а не граждан. Приоритетом будет судовая гилка влади, причем, начиная с высших судей, закінчивая нижчими судами. Это все предметом расследования Национального антикоррупционного бюро. Все, что последовательно бюро, этому будет пределена максимальная увага, оскільки я считаю, что если где-то изменится это исследование, там будут другие службы. Ревень коррупции, мне кажется, плюс-минус одинаково высокий у всех органов. Я напомню, у нас Артем Сытник, глава антикоррупционного бюро, назначенный глава в студии. Я буквально на минуту отойду к соседнему экрану. Мне говорят, что там появляется связь с Израилем. Я напомню, почему мы вызываем Сергея Услендера на связь. Вот в антикоррупционных начинаниях мы не единственные. В пояснительной записке к законопроекту, когда только создавалось антикоррупционное бюро, было записано, что подобные структуры существуют в Штатах, Польше, Франции, Сингапуре, Индии и Израиле. Давайте свяжемся с Израилем. Там наш ближневосточный корреспондент Сергей Услендер. Сергей, дайте связь, пожалуйста. Я хотел бы услышать, а как у вас устроена борьба с коррупцией, как организована? Сергей. Добрый вечер, Дима. Никакого специального органа, подобного тому, что сейчас создают в Украине по борьбе с коррупцией в Израиле, нет. Этим здесь занимается полиция. В ее составе есть специальное подразделение «Лохав-433» или «Клинок», если перевести на русский. Вот сотрудники этого департамента и расследуют дела против государственных чиновников. Одно из недавних, это, например, дело номер 242, очень нашумевшее, громкое, когда несколько высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел были задержаны по подозрению в получении взятки. А еще здесь очень влиятельные общественные организации. Есть, например, такое движение за чистоту власти. Простой пример, именно юристы этого движения в свое время добились снятия неприкосновенности с одного из депутатов Кнессета, после чего он был осужден за подкуп избирателей. Первое и самое важное, за что мы боремся – открытость информации. Чиновники обожают все скрывать, объясняя это пресловутыми национальными интересами, безопасностью и тому подобным. Это отличный предлог для всяких злоупотреблений. Мы же настаиваем, что каждый их шаг, движение каждой копейки государственных средств должны быть прозрачными. Надо сказать, что в Израиле практически нет так называемой низовой коррупции. Это когда взятки берут в массовом порядке, и ни один вопрос без этого не решить. У чиновников здесь сравнительно высокие зарплаты, неплохой набор социальных льгот, но главное, что их страшит, это неотвратимость наказания. О чем говорить, если даже бывший премьер-министр Ихут Ольмерт сел в тюрьму за получение взятки. Всемирный банк недавно проводил одно любопытное исследование и выяснил, что еврейское государство на Ближнем Востоке – лидер по борьбе с коррупцией. Наверное, поэтому в этот неспокойный регион и приходят инвесторы. Судите сами, здесь в любой момент, буквально завтра может начаться большая война, тем не менее, мировые компании стремятся сюда и приносят свои деньги. Так что те, кто в свое время уехал из Украины сюда, в Израиль, с большим оптимизмом воспринимают ваше начинание. Дима? Спасибо большое, Сергей Услендер из Израиля. Но видите, как важным месседжем с нами поделился, что борьба с коррупцией важна не только потому, что мы все устали от коррупции, еще и потому, что большие деньги, в отличие от кредитов МВФ, идут в страну только тогда, когда здесь четкие и чистые правила игры. Еще раз напомню, Артем Сытник, глава национального антикоррупционного бюро у нас в студии. Вы знаете, у меня два вопроса. В первую очередь, в этом израильском сюжете показали людей из граждан, которые иногда делают больше, чем полиция. Будет ли какая-то гражданская структура, какие-то радники, люди с опытом, которые смогут вам помогать? Тем более, что сейчас будет структура ваших следователей только формироваться. Участь в гражданстве передбачена с начала формирования кадров бюро и в ходе создания функций бюро. Про что я говорю? При бюро будет створена гражданская рада, которая будет делегировать своих представителей, по три представника в конкурсной комиссии, которые будут заниматься выбором кандидатов на посаду в антикоррупционном бюро. Это будет прямая участь в гражданстве в призначении кадров бюро. Это первое. Другое. Только, чтобы звучало, и это является нашим приоритетом, все же таки лоббиевать подальше знание закрытости информации в государстве. Оскільки в нашей стране информация закрыта. Право властности у нас закрыто. Никто не может подавиться, на какие объекты нерухомостей, на каком конкретном чиновнике зарегистрировано. Чекайте, чекайте. А ось поки ваша структура формуется, там, ваші слідчі тільки набирають їх, зможуть якісь люди, які вже мають досвід або мають факти, щось для вас підготувати, щоб не з нуля починати? Так. Сейчас обговорюється питання про створення такої консультативної ради, яка вже почне працювати над аналізом тих даних, які є в відкритому доступі. І поки буде формувати штат, ця консультативна рада працює певні аналитичні матеріали, які будуть передані призначеним детективам. І детективи будуть починати не з нуля, а фактично із вже готового матеріалу. Вони будуть його допрацювати і реєструвати кримінальне провадження. Артем, я бачу, у нас буквально хвилина залишилася. Я вам надзвичайно вдячний. У мене є ще питання щодо іноземців. Представники ФБР, представники фінансової розвідки американської, з американськими дипломатами я особисто говорив. Говорили про готовність допомагати Україні. Вони мають там не тільки досвід, досвід і у нас є. Вони мають технологічні можливості, бази даних. Ви готові і ви зберетеся з ними співпрацювати? Будуть у вас там десь контакти з тим же самим ФБР по гучних справах, які ввести на бюро? Ми готові, ми бажаємо цих контактів. Ми бажаємо контактів з усіма службами, які мають успішний досвід боротьби з корупцією, скільки в нас таких служб, на жаль, в Україні поки що немає. Я сподіваюся, що наша служба стане першою такою службою, завдяки цим контактам з тими особами, які ви назвали. В першу чергу з ФБР. Дякую, що були в нашій студії. Нашим глядачам мені особисто було дуже важливо вас не тільки побачити, бо знаєте, в новинах ми теж розбачили, а почути і дізнатися про ваші пріоритети. Дякую. 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 Укази глави государства, вот посмотрите, целий список того, что должно быть сделано. Вот только не заболтають ли чиновники и Кабмин? Ведь оказывается, что с уже обещанными льготами для бойцов АТО все, ну, скажем так, далеко не гладко. Ну, возьму, к примеру, только одно из самых главных обещаний. Это обещание, помните, выделить ребятам, вернувшимся с войны, землю. В госком диаметре портовали, мол, нашли участки, определили, выделили. Земли хватит всем. По последним данным, бойцам и семьям погибшим уже передано в собственность более трех тысяч земельных участков. Ну, а что же на самом деле? Моя коллега, наш корреспондент Елена Механик разбиралась в этой теме, но перед тем, как вы увидите этот сюжет, у меня огромная просьба к регистраторской группе. В этом сюжете, я его отсмотрел буквально за пять минут до эфира, речь идет об Ирпине. Случай действительно не может оставить равнодушным. Огромная просьба, если есть возможность, найдите мобильный телефон, городской телефон, домашний, какой угодно. Свяжитесь с городским руководством, выведите в эфир. Ну, важно услышать их комментарий. Ну, а комментарий к чему? Давайте посмотрим. Сюжет, что происходит с теми, перед кем государство в долгу. Почему там находитесь? Хотим, чтобы нам дали официальный ответ на наше обращение. Говорят, министра нет, а мы ничего делать не будем. Говорят, мы будем его ждать. Ну, сидите, ждите, мы вас закроем, вы будете сидеть, сидеть. Это демобилизованные по ранению бойцы Насгвардии, которые находятся в ведении МВД. Уже несколько суток они днюют и ночуют буквально под министерским боком. Вот так вот только держите, я уже включила. Сейчас мы покажем наши апартаменты временные. Это приемное министерство внутренних дел. Нам не привыкать, спать можно так. Замечательно. Вход, выход через окно. Говорят, так будет, пока бойцы не получат жилье. Есть такой городочек маленький, под Киевом, фортеця, так называемый, милицейская. Там отдыхают чины, ну, блажают себя. Годочку пил там с девочками. У нас есть ребята, которые выходцы, инвалиды войны, с Донецка и с Луганска, у которых дома сгорели. И мы просим еще для трех семей, чтобы сидели там. Домики стоят пустые, никем не занятые. Отправляемся в фортецю посмотреть потенциальное жилище. Заходите, пожалуйста. Вы понепугайтесь, не прибрано, не ждали вас. Заходите. После тяжелого ранения Евгению покой только снится. С июня воевал на Донбассе, теперь сражается за жилье для однополчан. Сейчас наша семья, пять человек, но еще шестой парень с нами живет. Две спальни, это шикарно. Ванна, стиральная машина, она тоже почти в каждом домике есть. В родной Алчевск Евгению дорога заказана. Вместе с семьей он уже несколько месяцев живет здесь, в одном из коттеджей на закрытой территории. Выбил, хоть и временно. Возмущается, пока государственное добро стоит без дела, демобилизованные насгвардейцы скитаются по съемным квартирам, которые оплачивают волонтеры. Этот все время стоит пустой, за все наше время пребывания. Здесь тоже никогда никого не видели. Если бы это было личное, здесь бы вопросов не было, но это все государственное. Вот этот здоровенный дом, он поделен напополам. То бишь здесь смогли бы легко жить две семьи. Ну, вот это вот наше временное жилье. Это двухкомнатная квартира. У меня двое детей. Сергей только недавно вышел из госпиталя. Доброволец получил тяжелое ранение под Иловайском. Жена умерла, подкосили переживания и болезнь. Ну, моя посуду, готовлю есть. Всему приходится учиться. О льготах для демобилизованных Сергей пока только слышал, но не видел. Идите в любую государственную инстанцию. Кругом-то нигде никто не отказывает, но никто не знает, что делать. Сначала меня послали в военкомат. В военкомат сказал, коль мы вас не призывали, коль вы даже не военнослужащие, почему вы там пришли? Идите в пенсионный фонд своего города. Я пошел в пенсионный фонд. Мне сказали, как бы, ну, у вас же, как бы, вроде бы все документы военного. Как бы, идите в свою часть. Я поехал в часть. Мне сказали в часть. Идите опять в пенсионный фонд. Получается замкнутый круг. Вот уже которую неделю его день начинается и заканчивается одинаково, безрезультатными хождениями по инстанциям. Рапорта написано, документы все собраны. Сказали мне там в кадрах, что как бы, вроде бы уже практически было все готово к отправке. Реформы же там провели какие-то по упрощению. Им прислали новые таблицы. Теперь они из старых таблицах переписываются в новые таблицы. Вот, видимо, и все реформы. Ни пенсии, ни статуса участника боевых действий. А значит, и льгот для бойца его семьи тоже нет. Обещают попробовать их, чтобы их получить, то, что все написано. Это надо, я же говорю, как на работу, каждый день ходить по инстанциям. Здесь месяц назад я подал документы на получение премьер-замыльной граммой. Мастер-генедовый. А фамилия как? Никитиченков. Ему бы набираться сил после ранения, а его гоняют по чиновничьим кабинетам. Вот, а вы сейчас подниметесь в земельный объект, они вам все объясняют. На тот ответ вам придет ответ, что будет выделена земля. А когда? Так, земли ее нет. Чтобы была, чтобы земля была. Однако сотрудники исполкома все-таки вселили надежду. Для таких, как Женя, земля есть. На окраине, под огород. Отправляемся посмотреть. Здравствуйте. Не стоит ли брать? Торф. Здесь торф под нами? Да. Болото, осушенный болот. Я спрашиваю, почему вот дали вот здесь, на болоте участок. А нам сказали атошникам давать там. Но почему там? Есть же другие места. А вот нам так сказали давать только там. Если начали гореть, так она горит 20 метров в луку. Это торф. И там даже была корова упала. Бывает так вот, сплошная вода и лед придет. Так что... Прямо затапливает все? Затапливает. А с другой стороны Ирпеня, на противоположной стороне, живописный лес, где участки с этой стороны и с той стороны продаются и пользуются спросом. Обидно? Так как-то да. Не очень хорошо. На душе. Елена Механик, Наталья Неделька, Алексей Шматов. Подробности недели телеканал Интер. Ну вот такая ситуация. Сейчас нам ее прокомментирует Виталий Дейнегр, волонтер, руководитель проекта «Вернись живым». И коллеги, скажите мне, есть связь с мэром Ирпеня? Удалось ли до кого-нибудь из городского руководства дозвониться? Мне говорят, у нас есть связь с мэром Ирпеня, Владимир Карпюк. Вечер добрый. Вы слышите нас? Добрый вечер, слышу. Мы по телефону дозвонили. Скажите, ну вот наверняка вы видели этот сюжет. Что вы можете сказать? Ситуация, ну, вопиющая. Кто виноват? В чем проблема? Ну, по-перше, та территория, яка была показана в данном сюжете, это не есть мэром Ирпень. Это есть мэром Ирпеня, которые не належат к мэром Ирпеня, а поза мэром Ирпеня. Поэтому, в данном случае, я думаю, что, если кто-то мог запропонировать участнику АТО данную земельную мэром, то только в земагентстве, потому что, согласно законодательства, они имеют право распределять земли поза территориями населенного. Это, по-перше. А по сути, вопрос, скажу наступное, что Ирпень – очень привабливое место, и мы находимся рядом с Киевом, мы активно развиваемся, и именно поэтому до нас едут абсолютно из всех куточки. До нас едут участники АТО, которые служили и в Донецкой области, и находились, и живы до того, и в Ривненской, и в Львовской, Вадимир, подождите, никто не сомневается в том, что действительно привлекательный Ирпень. Самое главное, чтобы с людьми и чиновники не поступали вот так, как поступили с героем этого сюжета. Вы можете пообещать, что вы возьмете на личный контроль? Смотрите, мы, я скажу вам наступное, обещать не легче всего в этом житии, но мы створили программу на сегодняшний день в городе, ввиду какой у нас все участники АТО, которые проживали на территории города Ирпеня, селищь Гостомель, Поцюбинске, Гордзель, как с кладовой частины города Ирпеня, все обязательно получают земельную территорию. Мы с удовольствием, вы знаете, что эти люди, и в данном случае герои, которого вы показали, они больше заслуживают на эти вещи, но мы в данном случае впираемся в определенный объем земельного ресурса, и как бы нам не хотелось всем дать землю, мы этого сделать не сможем, это нужно так же понимать. Послушайте, ну это все прекрасно понимают, у меня просто к вам лично, здесь, в студии, в прямом эфире, огромная просьба, помогите человеку, ну и сделайте так, чтобы ваша вина, не ваша вина, да не важно, ну все мы должны помогать этим ребятам, которые с фронта вернулись, просто чтобы... Никто не перекладает ни на кого вину, мы сделаем все, чтобы можно, чтобы помочь людям, как те, так и всем іншим, кто до нас вертает. Ну спасибо, что смотрите нас, и спасибо, что трубку взяли, нам важно было услышать, что такого не будет больше. Давайте еще раз обратимся, да, спасибо большое. Виталий Бенега у нас сейчас есть на связи, тоже человек, который прямо сейчас смотрел наш сюжет. Известный волонтер, руководитель проекта «Вернись живым». Виталий, вечер добрый. Добрый вечер. Вы смотрели наш сюжет? Да. Скажите, а как получается так, что вот мы привыкли, что надо помогать фронту, надо собирать для ребят деньги, а когда сейчас они возвращаются с фронта домой, оказывается, что помощи им нужно чуть ли не больше, чем там, на передовой? Ну, там на передовой им в любом случае помощи нужно больше, потому что там они могут погибнуть. Но тут есть очень много проблем, и в общем, есть те проблемы, которые вы назвали, они, к сожалению, это не самая большая проблема. Есть проблемы психологии, есть проблемы, с которыми мы все столкнемся, как бы, еще дальше. Люди возвращаются сюда, и они морально еще, вот морально вот здесь, они находятся на войне, из-за этого брушатся семьи многие. То есть, ну, тут проблемы очень комплексные. У нас страна, она не была готова к войне, у нас минобороны были не готовы к войне. Донецкий синдром был такой, как афганский синдром был когда-то? Да, 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 абсолютно верно. Как бы, и единственное, что хорошо, что, ну, скажем, ребята, которые туда шли, ну, первая волна мобилизации, да, она еще, они не знали, куда они шли. Да, они шли на 40 дней на фронт. Там вторая, третья, четвертая, особенно сейчас волна, там все уже люди понимают, куда они идут. Просто нам, я просто хочу сказать, что нам этих ребят надо, они не любят, когда мы герои, герои, вот это все они не любят, по крайней мере, те, которые действительно являются героями. Нам нужно им здесь просто встретить, пожать руку, сказать спасибо и помочь им адаптироваться, как можно быстрее помочь найти работу до того, как у него закончатся деньги, например, заработанные на войне. Виталий, скажите, пожалуйста, что, у нас мало времени с вами, просто самый важный, наверное, вопрос, к чем нуждаются эти ребята больше всего? Вот если просто перечислить, первое, второе, третье, это материальная помощь, это психологическая помощь, это система в государстве, которая будет ими заниматься. Как вы об этом скажете? Первое, нужно провести комплексную реформу, чтобы человек получал участника боевых действий на следующий день после выхода с военком, ну, после выхода со своей части, после демобилизации. Пока что это тянется? Пока это от трех до шести месяцев. Ух. Вот, это первое. Второе, как бы, это отношение людей. То есть, с одной стороны, мы должны все их поддерживать, с другой стороны, у нас будут по-любому с ними определенные проблемы, и нам нужно ребятам помочь вот не запятнать тот подвиг, который они совершили, помочь им найти работу, адаптироваться, на этой работе их принять, как бы, и так, чтобы мы их могли через 20-30 лет, как мы ветеранов сейчас вводим к детям, да, вот вводить точно так же их. Но тут очень важно, потому что, если эти люди не найдут себе в течение первых парых месяцев работу, не смогут на ней работать, то нас ждут проблемы. У них закончатся деньги, и это может вылиться в очень разные вещи. Спасибо большое, что присоединились к нам, спасибо, что смотрели. Продолжим. Еще одна важная тема, о которой я очень хотел с вами поговорить на этой неделе, одна из самых обсуждаемых тем этой весны. Парламент занялся переименованием улиц и борьбой с советской символикой. Ну, явно многие из вас обсуждали эту тему дома, особенно если ваш город предстоит переименовать. Ну, если вы, скажем, смотрите нас сейчас в Днепропетровске, Кировограде, ну, в том же Ильичевске Одесской области, или если ваша улица носит имя кого-то из прошлого. Ну, давайте вместе разберемся. Напомню, что депутаты приняли сразу четыре закона. Сами они их называют законами чистого четверга. Именно в этот праздник за них проголосовали первый о правовом статусе, в том числе и воинов УПА. Второй закон вводит сам термин «вторая мировая война» вместо понятия «великая отечественная». Третий закон открывает архивы КГБ. Ну, и четвертый закон запрещает коммунистическую и нацистскую символику и пропаганду. Больше всего споров вызвал как раз вот этот четвертый закон. Он, по сути, уравнивает коммунизм и нацизм. А еще статью в Уголовный кодекс добавляет за производство, изготовление и распространение соответствующей символики. Причем срок, задумайтесь, немаленький. Можно до 10 лет с конфискацией получить. Кроме того, по данному закону, и это, наверное, самое обсуждаемое, за полгода на местах должны изменить все названия улиц, поселков, городов, которые имеют отношение к советской власти. Если не сделают это сами, за них решат в Киеве. Какой это объем работы? Вот мы подсчитали, смотрите. Например, в Украине есть 8 сел Ленина. В одном только Харькове должны будут переименовать более 200 улиц, проспектов, переулков, площадей и даже районов. В Днепропетровске более 80 улиц, бульваров, скверов, переулков, названных в честь деятелей советского прошлого. Переименование самого Днепропетровска, который назван в честь Григория Петровского, как подсчитали в прессе, может обойтись в 200 миллионов долларов. Одна из авторов закона, Анна Габко, первый номер самопомощи, пообещала к нам подъехать в студию. Коллеги, есть ли уже гость? Да, есть гость. Будьте добры, проходите. Аня, вечер добрый. Дякую, что подъехали. Итак, с коллег просто в студию. Добрый вечер. Добрый вечер. Суд, будь ласка, вставайте, вам будет сручно. Итак, один из авторов этого закона, человек, которому мы зададим все вопросы, в том числе, наверное, вопросы самые острые. Скажите, будь ласка, ну, зараз идет суперечка. Чи треба, ніхто не сперечається, чи треба це робити. Всі розуміють, що треба вже позбавитися. Цього нарешті позбавитися. Питання якою ціною, питання коли, питання яким чином. Ось, наприклад, ви давали зараз буквально днями інтерв'ю телекритиці. Ви сказали, що вже через рік в Україні не буде жодних пам'ятников Леніну, жодних вулиц імені Парсьєзда. Ну, а, наприклад, якщо ми вже про цей термін кажемо, міста там Кировоградні, Пропетровськ, чи вони теж будуть переименовані? Власне, місцеві громади на місцях визначуть, як переименувати ці міста. І я думаю, що це нарешті Україна, звільнившись від комуністичного спадку, стає вільною незалежною державою. І це дуже правильний крок. Шкода, що цей закон не було ухвалено, коли Україна здобула незалежність. Так, як це відбувалося в Литві і інших балтійських країнах, тільки вони здобули незалежність. Перше, що вони зробили, це комуністичну символіку повністю повалили. Переименували вулиці, знесли пам'ятники Леніна. Те саме відбувалося в Австрії, те саме відбувалося в Німеччині після Другої світової війни, коли повністю в руїнах ті країни оголосили денацифікацію. І ми бачимо, де зараз Німеччина, де зараз Австрія, де зараз Литва, інші балтійські країни. Чекайте, ми бачимо, в якому фінансовому стані Австрія, Німеччина, і ми бачимо, в якому стані наші громади. Якщо це робитимуть місцеві ради, наприклад. Ну а що робити, якщо вони відмовляться, скажуть, що ми просто не можемо, не хочемо чи не можемо гроші витрачати? Відповідно до закону, в них є шість місяців для того, щоб місцева громада, райрада, депутати визначили, як переименовувати. Якщо вони цього не зроблять, тоді це робитиме центральна влада, яка в Києві вирішуватиме, як переименувати вулицю, місто і так далі. Тобто, шість місяців відповідно до закону з моменту підписання президентом, і вся громадська закликає президента підписати якомога швидше ці важливі закони, тому що ми побачили шлях і Польщі, і Угорщини, і багатьох інших країн, які, звільнившись від пут комунізму, вирвалися вперед. І це паралельна реформа до тих, що робить парламент. Тому що тоді, чистого четверга, був ще прийнятий важливий закон про ринок газу, були ухвалені закони про закупівлю ліків через міжнародні організації. Тобто, ми говоримо, що ми здійснюємо реформи одночасно в економіці, на тому тижні був ще ухвалений закон про антимонопольний комітет. Я перерахував ці закони, хоча б цю четвірку, яку ухвалили, я розумію, що в пакеті воно йде, воно доповнює один одне. Просто питання в ціні. Зараз всі сперечаються навіть не стільки, чи треба це робити. Питання, скільки це коштуватиме кожному з нас, чи державі, чи місту. Ми маємо під Києвом бучу. І, зокрема, Світлана Остапа, яка брала інтерв'ю з телекритики, як депутат місцевої ради, коли вони переіменовували вулиці, вона каже, для бюджету спершу теж лякали, як ми зараз бачимо там, одна табличка переіменувати півтори тисячі гривень. Це коштує в 10 разів дешевше, і є вже дуже багато людей, які готові і за власні кошти на власному будинку переіменовувати вулиці. Ці закони є запізнілими, тому що українське суспільство вже давно хоче зняти пута. Тому що ми бачимо, Москва зараз є продовженням радянського режиму, коли ми бачимо один вождь в Кремлі, разом з Мовзолеєм, де теж лежить вождь і так далі. І їхня агресія проти України – це продовження тієї політики, яка була в Радянському Союзі. Комунізм українцям коштував мільйони життів, еліти української, яка була розстріляна, яка була заслана в Сибір і так далі. Тому ми хочемо сказати, зараз Україна зробила свій вибір. І цей вибір зараз, як найактуальніше, потрібно нарешті це зробити, тому що ми країна вільних людей. Комунізм виховував рабів, які боялися чинити опір системі. І тому ми бачимо у багатьох людей якісь несміливість. Коли людей просто брали і сажали без жодного пояснення в тюрми. Ми говоримо про те, що час ставити крапку, час приєднуватися до тих країн, де є справді демократія, де є економічний розвиток. А питання в тому, чи не буде ця крапка дуже болісною, наприклад, для ветеранів. Ви допускаєте, як співавтор закона, що будуть вноситись якісь зміни, для того, щоб, наприклад, людям, які хочуть носити свої ордени, які їх заслужили, підійна зустріч. Але вони можуть носити. От тут якраз і є маніпуляція довкола цього закону. Дякую, що ви прийшли. Просто їм скажіть. Я хочу викликати всіх ветеранів і подякувати ветеранам за те, що ми здолали гітлерський режим, перемогли в Другій світовій війні. Це також їхня заслуга. І сьогодні вони зможуть почепити свої ордени і вийти на травневі свята. Закон цього не забороняє. Так само і решта фільм, ті фільми, які були в бой, ідуть одні старіки. Їх можна буде дивитися на українських каналах. Але ті фільми, які показували, як добре жилося українським селянам в 32-й рік, коли вони з голоду пухли, і це була документалістика Радянського Союзу, такі фільми будуть заборонені. Тому що такі фільми несуть відверту брехню і не буде часу. Тобто ми маємо визнати Голодомор геноцидом, і весь світ це має визнати. І тому будь-які фільми, які будуть суперечувати це, як результату злочини комуністичного режиму, очевидно, вони будуть заборонені. Але всі наші ветерани зможуть. І тому всі маніпуляції, які є щодо того, що це буде коштувати бюджету, більше 5 мільярдів, що бідних ветеранів почнуть в тюрми сажати за те, що вони почеплять ордени і так далі. Такого не буде. І насправді я хотіла сказати, що цей закон відкриває величезні можливості для міст під час переименування відзначити справжніх героїв. А таких героїв в кожному місті є дуже багато. І замість вулиць, які зараз носять ім'я тих людей, які вбивали Урицького, Кірова і так далі, мають бути справжні герої. Я хочу сказати, що, наприклад, у мене 4 роки дитина Софія. Коли ти з дитиною йдеш вулицею, яка носить ім'я когось, хто розстрілював людей, і потім вона читатиме і каже, мама, ну це ж НКВД-ист, чому йому стоїть пам'ятник? Ці речі неможливо пояснити. Тому що насправді такі злочини, вони для те, що мають бути засуджені, їм не мають права пропаганди і стояти далі в центральних містах. І чому агресія саме відбувається на Сході? Тому що там, якраз, і найбільше тих пам'ятників і так далі. Я вам дякую. Я, ну, справедливості заради хочу просто зауважити, що коли ви обиратимуть нові вулиці, то і там говорятимуть про назви міст. Ну, є міста, які пов'язані з Єкатериною, яка нічим не краще того самого Петровського. Це складне запитання. Я дякую вам, що прийшли, що у нас була відверта розмова. І дуже дякую, що ви сказали про ветеранів. Дуже багато людей, які нас дивляться, вони були саме стурбовані. Там, через плітки, через інформацію. Тим, що вони не зможуть надягти ордене. Ми подякуємо ветеранам і відзначимо разом з ними перемогу над гітлеризмом. І ще я хотіла вам сказати, знаючи, що ви з Одеси. Ми цього року будемо відзначати 600-річчя з дня заснування Одеси. І тут дуже важливо розуміти, де справжня історія заснування міста Одеси. Дякую. Дякую, що були в студії. Дякую за відповідь вашу розмову. Дякую. Ми продовжимо цю тему. Главний вопрос. А вот как этот новый закон воспринимають на містах? Именно там, де в ближайшие місяці і потрібно буде переименувати вот эти сотні улиц, десятки городів, поселков. Наш корреспондент Рустан Смещук попробував разобраться, выяснить, а готовы ли к этому в Україні. Топонимическая революція. Обязательное, массовое переименування советских названий предприятий, скверов, улиц, городов, районів і двох областей. Можуть стоїть Україні сотні мільйонів гривень. Впрочем, скільки точно, похоже, не знають даже автори резонансного законопроекту. Про гроші тут говорити не можна. Або якщо вулиці або ціли міста називаються іменами котів, через яких в цих містах гинули мільйони людей, то як тут можна згадувати гроші? Зато точну суму знают, например, в городі Цюрюпінське, це Херсонська область. Це районний центр з населением около 25 тисяч людей. Назван в честь Александра Цюрюпи, одного із організаторів продразвірстки і голодомора. Ізбавитися від старого названня тут хотіли ще лет 5 назад, але подсчитали, це може обійти з містного бюджету в суму около 5 мільйонів доларів і больно ударити по горожанам. Ми всі знаємо, що таке змінити документи. Я думаю, для кожного сім'ї це, мабуть, в рамках десь тисячі гривень. Це так, мінімально. В сім'ї в Цюрюпінській около 5 тисяч. Улиця Ленина імеється. Да і прочі атрибути советської действительности. Муніципалітет Цюрюпінська попросив гроші на переименування у Києва, але старе названня так і осталось. У нас на сьогодні йде війна. І, знаєте, важко сказати, наприклад, людині, яка приходить за допомогу, людина військовослужбовця, або той, хто вже прийшов через АТО і сказати, що давайте будемо переименувати. Вони нас елементарно питають, а яка з цього куриць буде? Ви допоможете? Давайте краще допоможемо зараз тими коштами, які в бюджеті допоможеному нашим війнам. Ва скільки сейчас обійдеться великое переименування? В пресі на этой неделе появились вот такие подсчеты. Мол, от миллиарда долларов до полутора. Днепропетровськ до 200 млн. долларов. Кировоград до 50 млн. долларов. Города с численностью 30-80 тыс. человек приблизительно 6-16 млн. долларов. Города с численностью 25 тыс. человек до 5 млн. долларов. А вот сколько будет стоить замена табличек. При минимальной стоимости таблички в 150 грн. стоимость замены около 300 млн. грн. Новая, хорошо забытая старая, со свежими названиями такой номер не пройдет. Например, Днепропетровск до революции носил имя императрицы Екатерины, которая боролась с украинским казачеством и угнетала украинцев. Был у нас Екатеринослав, вы знаете, потом Новороссийск. Тоже все спрашивают, о боже, да. Такое тоже было. Поэтому у нас очень сложна проблема вариантов альтернативных. Похожая ситуация и в Кировограде. Чему не есть утрата? На мою думку, это конъюнктурная назва, такая же, как и Кировоград. Она повертает нас в наше колониальное минулое. Она сейчас абсолютно идентификает себя и с русским миром. То есть нам будет стоять аплодировать Путин в Кремле. Странно было бы тратить десятки миллионов и менять названия в честь одних угнетателей нации на других угнетателей нации. В Днепропетровске, например, часть общественников и историков предлагает сделать, что называется, финтушами. Не надо менять название Днепропетровск, надо изменить его смысл. Подобная версия уже предлагалась, то есть исходя из греческого Петра, с камень, то есть город, каменный город на Днеприе. Но я больше поклонник версии переименовать город в честь святого Петра. Тогда и деньги тратить не нужно будет. Кроме того, юристы говорят, что есть в нынешнем тексте законопроекта и откровенные коллизии. Там написано, что юридические лица должны свои учрительные документы привести в соответствие с нормами этого закона в течение 30 рабочих дней. То есть 30 рабочих дней это уже невыполнимая норма, поскольку если мы берем акционерное общество на сегодняшний день, оно должно созвать свое собрание за 45 дней. Это уже не первая волна переименований в стране. В прошлом хватало и курьезных случаев. Так, одесситы любят вспоминать, как в результате конфликта мэра Гурлица и областного СБУ, улицу, на котором размещался вход в управление службы безопасности, а соответственно, это был и почтовый адрес, переименовали из Бебеля в Еврейскую. Комитетчики возмутились и перенесли главный вход в соседний переулок. Тогда мэр заставил депутатов переименовать переулок, назвать его в честь Романа Шухевича. Пришлось избушникам опять переносить главный вход, согласившись на еврейскую. Ждет ли Украину новая смена сотен тысяч адресов, грядет ли большое переименование, в какие сроки и, главное, за какие деньги. Все это теперь зависит только от президента. Ведь весь маховик переименования запустится только если глава государства поставит под законном свою подпись. Руслан Смещук, Сергей Коваль, Кирилл Ющишин и Наталья Грищенко. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну, как видите, в моей родной одессе к переименованию в свое время отнеслись с присущим горожанам юмору. Ну, а сейчас будет ли до смеха и как все проводить, как это все организовать. Еще один гость к нам подъехал, Ирина Карпа, писательница. Узнаем теперь, ну а что, не политики думают о праведемых реформах. Вечер, добрый, витаю. Добрый вечер. А что вы думаете про то, что сейчас нас ждет черговая уже хвиля переименований? Я думаю, что нужно переименоваться и забыть, взагалі. Просто много про это не говорите. Сейчас основный аргумент против, что это страшно дорого, сделать эти таблички, 100 гривен, если я не помиляюсь. Ну, там даже пресса пораховала, что у нас это было в сюжете. Ну, давайте вот честно собі скажемо, сколько мы там витрачаем, и той, кто может дозволить, например, я бы свою улицу переименовала за власный кошт, там, 10 табличок, чи скільки там можно повешать и чувствовать, что ты что-то сделал хорошее для своего города, для людей и просто как-то лишил слез. Ну, это громадский рух какой-то может быть, даже там где-то в интернете. Можливо. Я думаю, что спільно кошт, до речи, збере. Если в этом есть большая проблема, как человек, который знает, что таки фандрайзинг, что таки збирать гроши на какие-то вещи, там, на то же АТО, на допомогу пораненим, на силу, то, что украинцы даже даже добре реагируют на такие позитивные инициативы. И в этом проблемы я не вижу. Ясно, что будет какая-то проба разкрадания бюджета. Я не верю, что все стали билими и пухнастами, но так или иначе. Вот, надо контролировать такие вещи. Просто есть важная тема, которую сейчас и обговорюют, и спекулюют, и иногда обговорюют, ну так, очень сердечно, очень щиро, ветераны. Ніхто не будет чепать ветеранів. Звичайно ж, все мають величезную повагу до них. Просто история есть историей. Ніхто ордени взрывать не будет. Это просто дейсно площадь для спекуляций. Спокойно собі виходитимуть ветерани на свои свята. И так само с родиной матери никто не сбиватиме цей ось герб. Хоча дейсно там в тей же Литві, здається, згадані Ганною Губко, першим ділом просто знесли радянський герб. Тому що символи є символи. Це також дуже важливо. Начебто здається, ну окей, живу я там на вулиці Урицького, чи Косіора, чи ще якихось ГБшників, чи там ось Цюрюпинськ. Мало того, що смішно звучить, вибачте, от нарешті в людей з'явилася можливість позбавитися такої дурної назви свого міста. Тому що це, ну, один з організаторів Голодомору, вибачте, не має права ніяк називати вашого міста, де виживатися. Турупинська, Турупинська, але є той самий Дніпропетровський. Є Дніпропетровський. І як взагалі бути, чекай, як взагалі бути з назвами? Це як людина творча, то мені скажи, повертати ім'я Екатерини якось, ну, це ж. Якось носить. Ну, можна ще Січеслав, якщо хтось, от, любить, Батьку Махною, якісь такі більш панківські частини української історії. Але, насправді, як людина творча, я готова була би прийняти участь в якомусь там комітеті, чи просто групі, долучиться до групи людей, яка би запропонувала нові назви. Ось, якщо Дніпропетровськ, дуже багато хто з моїх друзів, хто там живе, вони от просто за Дніпро. Тому що вони так і називають, тобто це скорочена назва, це буде Дніпро. Якщо щодо вулиць, то тут взагалі величезна площина. А чекай, я все-таки до міст повернусь. Не обов'язково, прив'язується тільки до історичної назви. Можна ж вигадати щось нове. Точно в кожного був якийсь дуже важливий городянин, якась людина, яка там змінила історію міста, якийсь меценат. Просто важливо, щоб це зверху не спустили, важливо, щоб не сказали, що ваше місто називатимось листак. Важливо, я думаю, що можна це все робити на рівні місцевих органів самоврядування, щоби люди також брали участь в цьому, не просто якісь там три депутата, п'ять з яких там на трійки історію здавали, щось там ціли і висмоктували з пальців. Тобто все мають робити якісь творчі люди, це все має подаватися на розсуд громади. Я, наприклад, на початку 90-х пам'ятаю, як вас в місті Єремчі, вулиця Леніна, на якій я жила, переіменувалася у вулицю Свободи. Причому в нас такий був вибір без вибора, або це вулиця Миру, або вулиця Свободи. І такі були плакати, так, чого ж ми хочемо там Миру під тиском російських загарбників далі, чи все-таки Свободи від цього. Ясно, що всі проголосували за Свободу. Але, дивися, ще така от штука, якщо говорити про вулиці, то не обов'язково навіть притягати за вухо одних політичних діячів замість інших. Це дуже багато художників, письменників, композиторів, або взагалі беремо слова, наприклад, «Проспект братерства», чи «Вулиця Солідарності», чи «Площа Гідності». Розумієш, дуже багато і речей, які нікого не завадять. Є «Индепендент Севеню». І, ну, якщо це вже незалежність, там ні у кого, там, за демократів чи республіканців, ні у кого не виникає питання. Ні у кого не виникає, дійсно. Тобто, такі речі, як там, братерство, солідарність, гідність, вони нікому не завадять. Чи там, відродження. Тобто, треба наповнювати Україну новими символами, абсолютно позбуватися всього старого. Біда в тому, що ми навіть ніколи не задаємо собі питання, хто такий цей, якийсь Урицький, там, чи Косіор, і кому тут стоїть пам'ятник. Але можна, дійсно, навіть квітник краще поставити на тому місці, де зараз пам'ятник тому, хто долучився до знищення твоїх компатриотів. Дякую дуже, що у нас була в студії Рена Карпа, у которой тепері появляється достатньо большой простор для фантазії, як і у многих людей, які захотять теж поучаствувати. Главное, щоб прислушались. Уходимо на рекламу і встретимся ровно через 12 минут в начале часу. Дякую за перегляд! 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 Мы на каждом аппаратном совещании пытаемся достучаться до сотрудников и объяснить их, что система, когда они были зажаты и взяты за горло, когда они должны были кому-то что-то заносить или где-то что-то собирать, она исчезла. Мы обратились к сотрудникам, что, пожалуйста, определитесь, кто готов работать на благо страны, вы можете остаться. Мы готовы выявить любого инициативного человека. Мы не готовы работать только с руководителями структурных подразделений. Мы хотим видеть самого маленького клерка, который растет в этой системе, у которого есть идеи. И очень многие люди на самом деле согласились работать на благо страны. Подождите, а вот вы говорите собирать, заносить, это действительно было в Мездраве? Вот как ГАИшники, что ли, работали, которые там на дороге тормозили водителей, собирали деньги, отдавали выше, еще выше, еще выше. Мы говорим в целом о коррумпированности системы. Мы никогда не сможем посчитать. На самом деле государство никогда не сможет посчитать окончательно, сколько уходило кому в карман. Мы говорим о том, что факты очень яркие. И если мы будем копаться в цифрах, ну, вероятно, нам придется нанимать аудиторов, во многих случаях мы будем такое делать, но мы говорим о будущем. Мы говорим о будущем в деньгах, о том, как это будет строиться, о том, сколько будет места прозрачным процедурам, где нам придется по-прежнему бороться с коррупцией. Я бы комментировала больше события. Хорошо, но я все-таки немножко вот опущу на землю. Для людей, которые нас сейчас смотрят, для тех миллионов зрителей, которые следят за нашим разговором, для них есть очень важный момент. Разумеется, они хотят, чтобы боролись с коррупцией, все мы этого хотим. Но каждый день они приходят в аптеки, каждый день все больше чек, когда покупаешь какие-то лекарства. И каждый день все больше опасений, а вот за эти огромные деньги не куплю ли я подделку. Об этом сюжет наших респондентов, наше расследование о качестве лекарств. Цены сумасшедшие. Мы же не можем себе ничего купить. Мы только примем текст, мы сюда идем. Вот это наш хлеб и соли, как говорится, развлечения, все это наше в аптеке. Цены в аптеках за год выросли в два раза. Импортные препараты, понятно, подорожали из-за курса доллара. Отечественные, видимо, за компанию. Как раз этим сейчас и занимается антимонопольный комитет. Проверяет 30 аптечных сетей. Мы решили не ждать результатов официальной проверки. Проведем свою собственную на примере трех препаратов. Дано одно название, один производитель и четыре аптеки, расположенные в 100 метрах друг от друга. Разница в цене почти 90 гривен. Вопрос, почему так происходит? Вот отечественное лекарство от повышенного давления. Наценка не должна превышать 25%. Оптовая цена 27 гривен. В рознице купили за 39. Нехитрый подсчет показывает, 6 гривен на каждой упаковке зарабатывают незаконно. А что говорить о препаратах, где наценка не ограничена государством? За это, в принципе, в приличных странах, ну, я думаю, наверное, надо расстреливать. Вот именно вот то, о чем вы говорите. В одной аптеке одна цена, вдруг и другая, в третьей и третьей. Никто же не проверяет. Выход есть – заказать через интернет. Так дешевле. Но здесь другая проблема – фальсификат. Нет проверок, нет статистики, нет контроля. Эксперты считают, каждое третье виртуальное лекарство – подделка. Фальсифицируют очень дорогие препараты, такие как Виагра. И точно так же Шерпотреб, обычный анальгин или еще что-то. Покупаем известные препараты от простуды и различных инфекций. Курьерская доставка. Там накладная, проверьте все. Ну вот мы накупили препаратов на 700, почти 715 гривен. Сейчас мы везем это все в лабораторию. Мы с телеканала «Интер» на проверку приносим препараты. Качество медикаментов по жалобам покупателей государство не проверяет уже полгода. Мораторий правительства на проверку бизнеса. Тесты, конечно, можно провести, но за свои деньги. А это как минимум в 10 раз дороже самого препарата. Тут контрафакта столько, вот их принимаешь месяц, два, три, а потом оно через неделю-две опять встает на свое место. Потому что надо, чтобы они... А то все же подделка. Понимаете? Все подделка. Как минимум треть того, что украинцы покупают в аптеках, по данным экспертов, даже не подделка, а просто пустышки. Продают их, правда, абсолютно легально, по лицензии Минздрава. Вся информация, что до доведения эффективности препаратов в Украине, их безопасности, она закрыта. Берем препарат «Анаферон». Диучая речовина в складе препарата разведена по количеству 100 в 12 ступени. Тобто, фактично, в таблеце, в упаковке, або в бочке этого препарата фактично нема дичьих речовинов. Это так называемая святая вода. Такая святая вода, по крайней мере, не вредит. С фальсификатом все серьезнее. Грубую подделку можно заметить еще в аптеке. Надо внешне обращать внимание на то, что эта упаковка вдруг стала совершенно другой. Или таблетка стала совершенно иной, или запах у нее какой-то другой появился. В лаборатории также начинают с внешнего вида упаковки и маркировки, а дальше по шаблону. Проверят основные показатели. Это идентификация, распадаемость, средняя масса и отклонение от средней массы для данного препарата. Тесты пройдены успешно, но те лекарства, которые проверяются, это даже не капля в море. По сути, многомиллиардный рынок медикаментов в Украине остается фактически неконтролируемым. Задоволена фармастичная компания, потому что она продала аптеку, через которую купили, потому что она имеет свой процент. Дистрибьютор, производитель. Все задоволены. Кроме того, кто за это платит. Они живут и жили, и живут, и, наверное, будут жить. А у нас уже вообще ниже плинтуса. Как говорят, завяжите поясочки, а мы завязываем уже наши веревочки. Ярослав Кречко, Олег Решетняк и Сергей Килимник. Подробности недели. Телеканал Интер. Саша, вот по вашим данным, какой процент лекарства в Украине фальсификат? Справедлив ли этот миф о том, что в Украине чуть ли не каждое второе-третье лекарства это подделка? Ну, я скажу так. Безусловно, яркие конфликты, связанные с контрафактной продукцией, безусловно, в Украине были. Но сказать о том, что есть глобальные масштабы, наверное, не приходится пока так говорить. Сейчас достаточно сложно сказать о количестве контрафактной продукции в стране, потому что был введен мораторий на проведение проверок. И в том числе этот мораторий, к сожалению, выпал и на часть государственной лекарственной службы, которая осуществляет эти проверки и контроля качества. То есть контролирующие органы, простите, не могли прийти в аптеку, сделать закупку, посмотреть, с чем торгуют? Да, к сожалению, в последнее время нет. С одной стороны, проверки, безусловно, в нашей стране были злом. Если говорить о тех проверках, которые... Приходили, просили денег. Да, приходили, просили денег, все верно. Но если мы говорим об основных проверках, о тем, которые горят, которые нужно совершить, потому что это, на секундочку, вопрос безопасности страны. И что страна потребляет, лекарственные средства, это товары, в принципе, серьезного употребления, это социально значимые товары. Мы обратились сейчас в государственную лекарственную службу для того, чтобы получить данные о том, объективно, где необходимо совершить проверки, где, по каким фактам уже очень много поступило жалоб, и где действительно нужно выйти проконтролировать качество. Сейчас идет взаимодействие с государственной лекарственной службой на то, чтобы получить вот эти яркие, кричущие факты, по которым стоит провести проверку. Ну а с ценами что делать? Вот приходишь в аптеку, покупаешь самые необходимые лекарства, выкладываешь вдвое, втрое, в четверо больше, чем раньше. Государство вообще способно контролировать цены на лекарства? Вы, как руководитель министерства, первый замминистра, вы можете сделать что-то, чтобы сдержать, и самое главное, чтобы аптеки, ну вот эти там 30, 40, кто 50% не закладывали, не наживались на больных? Безусловно, мы понимаем, что импортеры, люди, которые ввозят, это бизнес, и очевидно, он закладывает себе ту маржу, на которой он сможет в случае, если опять произойдет резкий скачок, все-таки бизнес свой сделать успешным. Но это неверно. Важно, чтобы люди понимали, что в Европе, в мире существует много инструментов, которые влияют на цену. Например, такое новое для нашего человека понятие, как реимбурсация. Это фактически возмещение денежных средств, которые человек потратил на покупку лекарственного средства. Сейчас мы запускаем его как пилотный проект по инсулину, для инсулино-зависящих людей, как товар очень важной значимости. И перейдем до конца года, нормативно введем этот инструмент глобально на более широкий спектр лекарств. А я вас правильно понял, что лекарства дорогие для тех, кто может заплатить, и при этом, если люди купили дорогие лекарства и денег у них нет, либо они в какой-то особой категории льготной, то им государство вернет часть стоимости или всю стоимость? Вот так это работает? Да, конечно. В мире это работает, на самом деле, в разных комбинациях. Мы говорим сейчас о том, что есть сама система, которая позволяет возместить человеку его потери, которые он понес вследствие приобретения лекарственного средства. У меня тогда самый последний вопрос. Система здравоохранения годами была коррумпирована. Вы, министр Квиташвили, сейчас чувствуете сопротивление, бешеное сопротивление тех, кто не хочет эту систему ломать? Именно бешеное сопротивление я чувствую. Так и есть. Буду говорить правду, безусловно, чувствуемое. Но мы понимаем, что нам надо работать со всеми. И с теми, кто конструктив предлагает, к синергию, кто приходит спокойно со своими предложениями, пишет, настаивает. И с теми, кто кричит. Надо уметь работать со всеми. Я думаю, что время покажет, и оно будет в пользу всех. Ну, чудесно, что у нас конструктивный диалог получился, что до крика не дошло. Знаете, у меня бывает, бывает, бывает со многими гостями. Спасибо, что были в студии. Спасибо большое. Александр Павленко, первый замминистра здравоохранения. И сменим тему, поговорим о Донбассе. На этой неделе глава президентской администрации Борис Ложкин дал интервью информагентству Лига. И вот, что он сказал в частности, ну, прямая цитата. Он очень рассчитывает, что в результате последних минских договоренностей в отдельных районах Луганской и Донецкой областей будут восстанавливаться экономика и экономические цепочки. Мы видим, что большинство людей на тех территориях хотят не эскалации конфликта, а восстановления экономики. Хотят жить в мире и зарабатывать. А вот как это сделать? Давайте попробуем разобраться. В прошлом одна из самых оживленных трасс, ведущая в Донецк, сейчас выглядит вот так. Здесь и легковые машины редкость, а грузовики тем более. Так выглядит торговая блокада изнутри. Решение правительства. Граница на замке, мышь не проскочит. Казалось бы. На деле провести товары в Донецк можно. Без боя. Решить вопрос полюбовно и прямо на месте. На центральной автово-розничной базе точно знают как. Деньги платят и провозят через украинские блокпосты. А какова такса? Ну, я вам точно не скажу, но от 50 до 100 тысяч ривен за машину. Оказалось, что и эту систему обмануть можно. Крупные оптовики временно превращаются в мелких. Продукты в Донецк предприниматели стараются завозить мелким автотранспортом. Это видно на примере автово-розничной базы. Здесь на разгрузке газельки и легковые машины. Нестабильность порождает дефицит и заоблачные цены. На оптовой базе товар не залеживается, раскупается и развозится по мелким поселкам. Чем дальше от Донецка, тем меньше и дороже. Мы находимся в селе Лисище. Это самая отдаленная точка от линии разграничения. На все село здесь всего три магазина. Посмотрим, что в них продают. Как у вас дела здесь с продуктами? Валентина, она и продавец, и хозяйка, говорит. Это все, что есть в наличии. Склад вон там у нас заходит. Пойдемте, покажу. Что привезли, сразу на полку выложили и все. Уже те времена прошли, что были запасы у нас на подсобках. Очень давно уже нет такого. Три фуры, допустим, мы ведем. Ведут они, да? Фуру они пропущат, одну фуру забирают. А одну отправляют, а потом уже они хлопья туда газельками и чем-то перевозят уже как-то, хоть по чуть-чуть так. Украинские товары заканчиваются. И появляются торговцы другой сладкой жизнью. У нас проходит дегустация, новые российские конфеты. Конечно, гораздо дороже украинских. Но в условиях тотального дефицита выбирать гражданам не приходится. Украинские попадают сюда в основном контрабанды, насколько я понимаю. Я так понимаю, что это в течение пару неделек, наверное, закончится поставки. Будем работать с нами. Сейчас заблокированные территории – это около 4 миллионов живых и потенциальных потребителей. А внутри не особо понятного статуса крутятся, как могут. Сейчас, наверное, уже где-то процентов 30 на 70. 30 российского? Русского, да. Ну, из-за чего 70, потому что местные производители как бы работают. Поэтому кое-что есть. Вот Торрес, допустим, очень много там делает. Это была мина. Побитые стены и стекла. Это же стекла повставляли. Чтобы было все выглято. Собственник этого завода создал российский филиал еще до начала активных боевых действий. Да, буквально последние машины уже уходили. Уже была такая нестабильная ситуация. Но, однако, вот его успели вывезти. Сейчас он работает как обособленное абсолютно предприятие в России. В Луганске же коллектив более 100 человек пока получает зарплату в гривнах. Из резерва предприятия. Но работает на склад. Делают агрегаты для тепла и электровозов. Продать, а следовательно вывезти их невозможно. Опять-таки из-за блокады. Фактически границы оказались закрыты. Да, но мы хотим дружить с Украиной. С той стороной. Мы хотим с ними сотрудничать. Потому что наша продукция идет. И мы у них заготовки покупаем, металл покупаем. Поэтому мы только за мир между нами. Мы не хотим отделяться. Мы за мир. Семь лет этот завод был единственным поставщиком ремонтного оборудования для украинской железной дороги. И до сих пор все детали изготавливаются по украинским лекалам. Из металла, который покупали в Украине еще более года назад. Словом, ни туда, ни оттуда. Страдать и выкручиваться приходится обычным людям. Село Лисичье всего в трех километрах от российской границы. И каждый день это расстояние сокращается. Пенсии и пособия уже платят в рублях. А привычные украинские продукты сменились на что придется. Потому что мы не смотрим на то, что нас уже раньше интересовало. Потому что за неимением денег. Выбираете то, что дешевле? Естественно. И все. Да, не смотрите даже на марку? Нет, конечно. И на срок годности даже не смотрим, пожалуйста. И прямо сейчас у нас появляется связь с Донецкой. Дайте связь, пожалуйста. Андрей, пасхальная неделя все-таки была. Что происходит на пропускных пунктах? Там по-прежнему очереди? На этой неделе ведь должна была электронная система пропусков заработать. Но ее, насколько я понял, так и не запустили, да? Да, Дима, дополняя сюжет, хотелось бы затронуть еще и тему электронных пропусков, которые должны были облегчить жителям Донбасса проезд через блокпосты. При попытке оформить документ люди сталкиваются с многочисленными проблемами. Пропуск приходится ждать не обещанных 10 дней, а неделей. Иногда ответа и вовсе нет никакого. Если же заветную бумажку удалось получить, нужно простаивать в многокилометровых пробках. Мы ездили неоднократно, знаем, что в очереди даже семьям с детьми приходится проводить по полдня. Кроме того, система электронных пропусков может работать не везде, просто потому что не везде тут есть интернет. Ну а в целом вся эта процедура, конечно, породила новые коррупционные схемы. В Донецке чуть ли не на каждом столбе висят объявления с предложением оформить желанный документ всего за один день с доставкой на дом. И, конечно, дончане и луганчане на все эти перепоны очень обижаются. Говорят, правительство Украины приглашает их выезжать и при этом возводят новые и новые барьеры. Студия. Ну вот такая ситуация. Андрей Лащ был с нами на связи из Донецка. Насколько все серьезно и что могут политики сделать, чтобы изменить ситуацию, давайте прямо сейчас узнаем. Юрий Бойко с нами на связи, народный депутат, лидер оппозиционного блока. Он на этой неделе ездил на Донбасс и буквально только что оттуда вернулся. Юрий Анатольевич, ну вы наверняка смотрели наш эфир, вот только что был на связи корреспондент из Донецка. Вы слышали, люди жалуются на пропускную систему, жалуются на то, что очереди, на то, что коррупция. А почему вот так долго страна не может наладить нормальную систему пропусков для того, чтобы проехать на Донбасс? Ну действительно, все эти жалобы, они справедливы. Эти трагедии возникают и постоянно случаются. Два месяца назад были подписаны Минские соглашения. К сожалению, правящая коалиция, которая обязана была внести законы, подтверждающие и закрепляющие Минские соглашения, этого не сделала. В том числе и по социальным выплатам, и по восстановлению банковской системы, и по закону об амнистии, и еще целый ряд жизненно важных для этих территорий пунктов. Это вина правящей коалиции, потому что мы, видя, что они не торопятся и саботируют эти решения, мы подали сами 10 проектов законов, которые позволяют выполнить решение Минских соглашений. К сожалению, в восстановлении там комитеты Верховной Рады напрямую саботируют внесение в зал этих проектов, этих законов. Комитеты возглавляются провластной коалицией. Поэтому и житейских трагедий много, и коррупции полно, и разрыв экономических связей. Все это действительно присутствует, все это имеет место, и, к сожалению, это ведет к тому, что, в общем, у нас создается впечатление, что эти территории, этих людей просто выдавливают из Украины, чтобы не было проблем, чтобы вот их убрать и забыть эту тему. Ну, а если не о политическом, а о человеческом измерении этой проблемы говорить, вы же только оттуда, вы вернулись только из Донбасса. Вы видели это своими глазами? Вы подтверждаете, что и коррупция в очереди? Да, мы видели очередь на блокпостах. Мы видели, что идут поборы с тех фур, которые там едут, которые возят продукты. Мы видели собственными глазами, я видел, как ящики выгружали с фуры, вот на одном из блокпостов, причем особо не скрывают даже. Значит, мы видели, что людей задерживают на долгие часы, то есть, человеку, чтобы проехать из населенного пункта в другой, даже на нашей территории, это надо потратить полтора-два часа для того, чтобы преодолеть и съездить куда-то к родственникам или по бытовым каким-то делам. То есть, это разрывает, это все разрывает связь. Я уже не говорю о так называемом оформлении пропусков, которая действительно превратилась в проблему коррупционную, тормозящую и просто в принципе даже уже приводит к бытовым трагедиям, когда люди не могут попасть к родственникам, к больным родителям, к навестить детей. И все это сегодня, к сожалению, это есть реальность. Ну, а что можно сделать в этой ситуации? Вот следующая неделя сессионная, вы в парламенте что будете предлагать? Следующая неделя мы будем предлагать и требовать принятия законов, которые мы подготовили в развитии Минских соглашений. Не хотите наши законы? Не нравится вам? Делайте свои, но те, которые будут позволять выполнять этот Минский протокол и выполнять эти договоренности и выполнять эти соглашения. Мы на самом деле сами подготовили эти проекты закона, когда увидели, что месяц прошел, власть ничего не делает, поэтому мы провели инициативу. Эту инициативу мы будем управлять и дальше, потому что мы считаем, что это наши люди и они требуют нашей поддержки. Это все граждане Украины. Ну, подождите, подождите. Эти граждане Украины, они ведь и на еще одну проблему жалуются. Выплата пенсии. Мы с вами вот здесь, я в этой студии, вы в прямом эфире. Пару эфиров назад, пару программ назад как раз говорили о выплате пенсии для Донбасса, о решении суда, которое сейчас оспаривается. Вы можете сказать, а какова сейчас ситуация? Решение суда есть о том, чтобы осуществлять выплаты. Правительство пошло уже в касацию, апелляцию не проиграли. Поэтому мы рассчитываем, что правых оснований для того, чтобы не выплачивать людям пенсию, которые заработали ее в Украине, вообще нет. Нравственных оснований тоже нет. Есть желание саботировать это решение, есть желание просто выдавить этих людей из нормальной жизни. Мы будем следить за тем, как это в судах проходит. Мы будем поддерживать своими юристами людей, что мы и делали. Мы считаем, что мы правы, правда, на стороне этих людей, которые заработали пенсию в Украине и вправе ожидать, что страна им будет ее выплачивать. Понятно, спасибо за разговор. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, был с нами на связи. Это раньше люди о своих проблемах, в том числе и этих, депутатам письма слали. Ну а сейчас, сейчас даже те, кто в возрасте, научились социальными сетями пользоваться. На Западе это привычное дело, написать премьеру или президенту, ну скажем, в Фейсбуке, ну а у нас, у нас пока в новинку. И вот на этой неделе в парламенте произошла утечка. Депутаты опубликовали вот это письмо. Блок Петра Порошенко обратился ко всем своим депутатам и областным организациям и призвал, мол, все во всемирную паутину, чтобы общаться с избирателями в интернете. Получится ли о политиках в социальной сети? Оксана Кундеженко. Короткий звук и рука уже непроизвольно тянется к телефону. Вдруг что-то важное. Прочитав одно сообщение, от экрана оторваться сложно. В соцсетях бесконечный поток информации, которую хочется прокомментировать, обсудить, поделиться. Здесь целый мир, где простой человек на равных общается с известными личностями. Получить ответ на вопрос от президента, депутата, министра иностранных или внутренних дел – фантастика, которая за последний год стала в Украине делом обыденным. Если раньше в соцсетях делились личным, и кроме друзей это мало кого интересовало, то сейчас что не напишешь, выносят в заголовки. Сообщением Мустафы на ЕМ о Фейсбуке, по сути, начался Евромайдан. Он пишет десятки постов ежедневно, ведет отдельный блог для фотографий, публичные дискуссии в интернете. Если по телевизору кто-то увидел, вот он увидел, там, лег спать, или просто увидел, или там, услышал что-то, и завтра только донесет. В интернете эта информация передается колоссальными тампами, очень быстро. На распространение сигнала идет намного быстрее, чем по телевидению и по другим традиционным медиам. Фейсбук-аккаунты завели первые лица государства. В рейтинге популярности политика в соцсетях лидит президент. Петр Порошенко пишет и о работе, и о семье. Его страничку считают почти 350 тысяч человек. Далее, среди самых читаемых, премьер, министр внутренних дел, комбаты и волонтеры. В отличие от официальных сообщений, в этих постах и личный взгляд, и личные эмоции. Очерно, что нужна харизма, которая, в общем-то, и влечет за собой индивидуальность. В прямом смысле этого слова. Нужна эксклюзивность информации, да. Как и в любом информагентстве, важно, кто сообщил первым. Если в Украине политики освоили Фейсбук, то на Западе самый популярный и самый быстрый – Твиттер. Твитит сама британская королева. Премьер Дэвид Кэмерон не представляет жизни без смартфона. Смешно сказать, я слежу за своей страничкой, потому что хочу знать, что думают люди о моей политике, о нашей партии. Следит, потому что сам не пишет. В этом главное отличие западных политиков от отечественных. За мировых лидеров сухие строки, сочиняют пресс-секретари, утверждают каждую букву, редко отвечают читателям. Даже король инсайда, глава немецкого МИД, передоверяет помощникам. Я думаю, что у господина Штайнмайера слишком много работы и дел, чтобы самому постить. Так же, как и у канцлера Меркель. У нее тоже есть страница в социальных сетях, но, конечно, сама она лично там не активна. Избиратели об этом знают. Политики заняты другими вещами. Чем заняты украинские политики? Вопрос философский, но многие ведут интернет-аккаунты самостоятельно. Делают ошибки, не боятся показаться глупыми или смешными, не боятся критики. У украинских политиков очень интересный стиль в Фейсбуке. Посты очень личные, иногда даже слова неправильно пишут. Постоянно вступают в дискуссии и в комментариях. Для Британии это очень редкое явление. При этом украинцы выглядят искренними, наверное, поэтому и лайков столько. А вот что украинские политики еще не освоили, так это модное слово селфи. В Британии либористы вовсю щелкаются на мобильной вместе с избирателями. Мол, смотрите, как мы к народу близки. Хилари Клинтон так вообще объявила, что вся ее кампания будет проходить в интернете. Я готовлюсь к чему-то важному в этом году. Я иду в президенты. Каждый день американцам нужен чемпион, и я хочу быть этим чемпионом. Политики уходят из реального мира в виртуальный неспроста. Онлайн легко выглядеть своим в доску, легко доносить мысли до журналистов, которые, правду говоря, обленились и вместо эксклюзивных источников черпают информацию из электронных ресурсов. Сейчас сообщения в Твиттере доходят быстрее, чем официальные мейлы с пресс-релизами. Помню, как в старые добрые времена все было на бумаге. Журналистам приходилось сидеть в пресс-центре и ждать, когда распространят то или иное заявление. Так что Украина, где депутатов теперь настоятельно просят уйти в соцсети и лайкать друг друга, что называется, в тренде. А народные избранники, по слухам, и сами не против. Ведь теперь есть оправдание, почему, сидя в сессионном зале, они копаются в планшете или телефоне. Было это мы не личные дела решаем, а работаем. С избирателями общаемся. Оксана Кундеренко, Татьяна Лагунова, София Гордиенко и Светлана Чернецкая. Подробности недели телеканал Интер. Ну, после такого сюжета и у меня будет оправдание, почему я мобильный телефон проношу в студию, что ведущим, в принципе, запрещено. На самом деле, следите за нашими выпусками, не только в эфире, но и на сайте подробностей.ua. Но еще можно мне в фейсбуке написать. Благодарен, если темы предложите. Еще одна тема, уже более серьезная. Говорят, история повторяется. Следующую историю, случившуюся более 80 лет назад. Вот очень стоит нам с вами вспомнить, чтобы минские соглашения не превратились в мюнхенские. Ведь Чехословакия того времени и сегодняшняя Украина, как оказалось, они очень схожи. Ну, а точнее, Москва. Москва действует словно по написанному 8 десятилетий назад сценарию. Ну, а значит, и будущее нашей страны, вот то, что происходит сегодня, что будет дальше, можно предсказать, просто вспомнив о прошлом. Роман Бачкала об этом. Здесь фотографии станции 19-го века на сегодняшний день. И это вот, это фотографии. Та Чехословакия и нынешняя Украина во многом схожи. Молодые, еще не успевшие окрепнуть государства, ставшие независимыми в результате распада империи, в Кравенгерской в одном случае, в Советской в другом, с суверенитетом тоже схожая история. Украине его гарантировал Будапештский бомбаранду, Чехословакий, Версальский договор. Но в итоге оба документа оказались просто бумагой. Кремль ведет себя в Украине так же, как Третий рейх в Чехословакии в 1938 году. Немцы тогда аннексировали часть соседней страны, аргументируя это защитой прав немецкоязычных граждан региона. Немецкие судеты возвращаются на родину. Русский мир и идея объединения всех русских людей под одним зонтиком, это определенно похоже на политику Гитлера, который пытался создать один большой немецкий мир. Идеология, что кто-то убивает россиян в Восточной Украине, она похожа на то, что говорили германцы в 1938 году. Я читал эти германские газеты, там просто было, что в Чехии умирали тысячи-тысячи судетских немцев. Никто здесь не умирал. В сентябре 1938 года была мобилизация Чехословакской армии против Германии. То есть уже что-то ощущалось в воздухе. Ну да, да, уже все зналось, что конфликт, конфликт дипломатический, политический, что большая возможность для того, что из этого конфликта будет война. В боязни испортить отношения с Германией, наступить на горло собственных интересов, Европа и Америка проявляли полную нерешительность, по сути, придавая Чехословакию в жертву. Гитлер этого только и ждал, ведь на тот момент он еще не был готов к большой войне. Это город Усти-на-Глабе, с немецкого Усти на Эльбе. Да Германия отсюда рукой подать, да грязно на каких-то 25 километров. В свое время именно отсюда началась аннексия судетов. Хотя сами чеши эту местность никогда судетской областью не называли. Фактически, данный термин навязали нацисты, дабы каким-то образом очертить территорию своих притязаний. Мне тогда было 10 лет. Я был мальчишкой и не понимал, что происходит главная трагедия чешского народа. Я помню, мы вошли во двор, и я впервые увидел немецких солдат. На них была непривычная нам униформа, головные уборы, которых я до этого никогда не видел, оружие. И полисам солдат было видно, они сами не понимают, что происходит. Это, кажется, карта судетов. Да, именно так. Оккупированные территории Чехии являются предметом моих исследований. Судет и промышленный край, примерно как ваш Донбасс. После экономического кризиса середины 30-х, эта территория находилась в глубокой экономической депрессии. Армия безработных требовала занятости и пропитания. Гитлер обещал и то, и другое. Горе пришло в Судет, и 20 лет правления Чехов сделало из когда-то процветающей провинции нищую территорию. В закрытой фабрике каждый третий немец без работы и пропитания. Нам рассказывали, что судетские немцы живут в невероятной бедности. Что именно в Судетской области самый высокий во всей Европе процент самоубийств и детской смертности. Живя в Германии, мы постоянно слышали, что Гитлер этого так не оставит. Из мемуаров немецкого снайпера Гюнтера Бауэра, книга «Смерть сквозь оптический прицел». Когда немецкие солдаты увидели, сколько у нас еды, мяса, хлеба, они были в шоке. Жили мы, конечно, не очень богато, но в Германии тогда уровень жизни был еще ниже. Параллельно с военной подготовкой нацистская Германия разворачивала мощнейшую пропагандистскую машину. Пропагандой занимались как сами судетские немцы, так и Третий рейх. Мы проигрывали в информационной войне. Ложь, которую не гнушались распространять нацисты, оказалась намного более эффективной, чем объективная информация, которой придерживались чешские СМИ. Нескончаемую нищету должны терпеть наши судетские братья. В центре Европы живут тысячи немцев в условиях недостойных человека. Разум отказывается понять, как подобное вообще возможно в наши дни в центре Европы. Сердце не верит, что такое вообще возможно. Различные сепартистские организации, действовавшие на территории Чехословакии, получили финансовую поддержку вермахта. Главной из них была судетская немецкая партия. Вот ее эмблема. Кроме политической деятельности она занималась и подрывной, прямо под носом удоверчивых чехов. Сепаратисты организовали свои военизированные отряды. Гитлер негласно поддерживал их. Он полагал, что Чехословакия искусственно созданное государство, получившее свою территорию только из-за развала Австро-Венгрии. Уничтожая нас, он считал, что восстанавливает историческую справедливость. В реакцию на террор и убийство судетские немцы объявили об основании ополчения. Некоторые города им даже удалось освободить от чехов. Они, как на Донбассе, они тоже привозили оружие. Они имели свои лагеря в Германии, где тренировали этих сепаратистов, террористов. Несмотря на полное спокойствие на немецкой границе, с чешской стороны возвели баррикады. Автобус с беженцами из судет был обстрелян из автоматического оружия. Десятки тысяч человек переходили границу в поисках защиты у рейха. Вы откуда? Мы из Перштау. Не очень далеко от границы. В пятницу с утра мы были вынуждены уехать. Они угрожали нас расстрелять. На площади собрались женщины, потому что мужиков больше нет. У женщин, у девочек, стариков, вот этих и все. И это называется показательная касса. Спасибо вам большое, что вы согласились нам все это рассказать. Незаконные вооруженные формирования были решительно подавлены чешской армией. В Германии поняли, что взять власть в Чехословакии руками местных сепаратистов не получится. Тогда был запущен план Б, референдум. В результате плебисцита немцы признали свою приверженность к своему народу с результатом более 90%. Вместо того, чтобы найти мирный компромисс, пражское правительство пыталось решить его террором и гуманитарной катастрофой. 30 сентября 1938 года было подписано так называемое Мюнхенское соглашение между Великобританией, Францией, Италией и Германией. Нас туда даже не пригласили. Фактически этим документом Судетская область признавалась немецкой территорией. Даже сейчас, во время опросов, какая трагедия была самой большой в истории нашего народа, многие говорят Мюнхенское соглашение. Здесь уже ликвидируют чешские названия улиц города. Несколько минут перед этим, когда Дермахт пришел в наш город. Когда мы въехали на территорию Судетской области, я ожидал, что нас будут встречать с цветами. Однако жители не бросали цветы немецким солдатам. Конечно, многие местные немцы с радостью встречали нашу колонну. Но периодически мы замечали и хмурые, недовольные взгляды. Это заставило меня задуматься. Нам ведь говорили, что все немцы в Судетской области ждут нас как избавителей. В библиотеке нам давали такое задание. Взять ножницы и клей и заклеивать те публикации в учебниках, которые касались истории Чехии. Дай агрессору палец по локоть откусит. Вслед за судетами последовала вся Чехословакия. Страна с таким названием через полгода после аннексии перестала существовать. Франция и Великобритания с облегчением восприняли развал Чехословакии. Нет государства, нет проблемы. Вроде как и помогать уже некому, а можно просто выражать протест. Потом началась Вторая мировая война. Многие судетские немцы отправились на фронт воевать на стороне вермахта. В оккупации нам довелось прожить почти 8 лет. Все закончилось тем, что после развала Рейха судетская область была возвращена Чехословакии. Это уже после капитулации. Это перед музеем. Здесь наш музей. Фотография. По этой дороге идут германские солдаты с белым флагом. Возник вопрос, что же делать со всеми теми немцами, которые восторженно встречали Гитлера, воевали на его стороне. Было принято жесткое, но вынужденное решение – выселить их в Германию, куда они так хотели. Это чешские немцы. Как вы видите, у некоторых на спинах свастика. В такой виде их выселяли в Германию. Это было очень драматично, невероятно жестоко. Но иначе было нельзя. Мы просто этих трех миллионов германцев выгнали. И это была самая большая трагедия для Чехии как страны. Только в 1989 году Чехословакия разрешила чешским немцам, выселенным в Германию, посещать Судетскую область. Однако без прав на постоянное возвращение и потерянное имущество. Собственность этих людей была зачтена в счет репарации. Чтобы возобновить диалог чехам и чешским немцам, довелось пожить порознь 45 лет. История, которую Украина должна хорошо знать. Хотя бы для того, чтобы минские соглашения не стали мюнхенскими. Роман Бачкала, Вадим Сверидонов и Олег Ерофеев. Подробности недели. Телеканал Интер. Продолжаем еще одна тема от истории к дню сегодняшнему. К реформам, о необходимости которых мы с вами так много говорим. Советы. Вот что нужно поменять в нашей стране? Дают сейчас Киеву и представители европейских правительств, и эксперты. Ну вот, к примеру, агентство модернизации Украины готовит свой перечень необходимых реформ. И, что куда важнее, деньги ищет. Деньги зарубежных инвесторов для этих преобразований. Проекты должны быть готовы уже к сентябрю. Но вот о первых идеях далее в сюжете. На каждого куворкера, который орендует у нас рабочее место, преподает его особенная рабочая станция, офисные приладки, принтер, сканер, ксерокс, факс. Кроме того, мы дважды на неделю надаем безкоштовые консультации бухгалтера и юриста. 21-летний предприниматель из Черновцов. Сергей – живой пример того, как без помощи родителей и государства молодежь может не просто встать на ноги, но и приносить пользу этому самому государству. Старт молодому предпринимателю дал инвестиционный фонд «Буковина». Созданный Дмитрием Фирташем. Сергей заинтересовался производством органических удобрений, выиграл грант, построил свой первый компостер. Сейчас уже готовят бизнес-план по экспорту в Европу. Выработали эту первую партию, после того, что оно пошло и поехало. Другая, третья, четвертая вышли на оптовый рынок Чернивейской области, Західной Украины. Потом перешли в роздреб с открытием европейского рынка и с курсом валют. Очень эффективно и рентабельно стало работать именно на Европу. И мы, в принципе, впевненно вошли в этот рынок. И сейчас współпрацуем с нашими потенциальными партнерами и покупцами. И готовим первую нашу партию на Польшу, уже достаточно серьезную, великую. Такие, как Сергей, представители малого и среднего бизнеса, должны стать опорой отечественной экономики, считают Федерации работодателей Украины. И давать не 15-20% ВВП, как сейчас, а вдвое больше. Как этого достичь, обсуждают эксперты из Украины и Европы. Созданная в Европе по инициативе Федерации работодателей и крупнейших профсоюзов агентства модернизации, до осени подготовит план реформ на ближайшие 10 лет, под который инвесторы из Европы будут готовы давать деньги. Речь идет о сумме 300 миллиардов долларов. Наши планы не зависят от решения правительства западных стран или Украины. Мы работаем как независимые эксперты. Я считаю, главное, надо спуститься с облаков и услышать простых людей, их потребности. О необходимости проведения таких реформ говорили на международном форуме «Украина завтра». У Польши было два варианта. Или чудо, или мы это будем делать сами. И я считаю, что этот лозунг тоже мы должны взять для себя и сказать украинцам, давайте разберемся, мы ждем чудо или мы делаем это сами. Поэтому мне кажется сегодня, что нам лучше, наверное, пойти по второму варианту. На своей первой международной встрече руководители и эксперты Федерации работодателей определили несколько основных ориентиров для агентства модернизации Украины. Главная цель – обеспечить рост экономики на 50-60% за 10 лет, а также улучшение качества и продолжительности жизни украинцев до 74 лет. А для этого увеличение расходов на медицину втрое. С нынешних 560 долларов на человека в год до 1500 долларов. Ориентир в экономике – двукратное повышение ВВП на душу населения до 15 тысяч долларов. Цифры амбициозные. Ученые дискутируют, насколько они реалистичны в нынешних условиях и какие отрасли могут обеспечить такой рост. Враховывая обсяги украинского внутреннего рынка, достигнение таких темпов без внешнего рынка фактически неможливо. Но для того, чтобы обеспечить присутствие на внешних рынках с такой динамикой, нужно серьезно подносить конкурентостатность и четко понимать условия торговли, которые сегодня есть в рамках сотни. Передовики украинской экономики и основные поставщики валютной выручки в страну – аграрии. А вот машиностроители-металлурги, которые раньше ориентировались на страны СНГ, сегодня вынуждены искать новые рынки сбыта и переориентировать производство под требования европейского потребителя. Разорвать эту кооперацию очень сложно и найти новых потребителей, ведь на Западе нет свободных ни сегодня. Поэтому нам необходимо на этот переходной период мероприятие, которое поддержит украинское машиностроение. Это должны быть как секторальные реформы, так и реформы, которые касаются всей экономики. Федерация работодателей Украины рассчитывает, что мастер-план агентства модернизации поддержит и власть, и общество. Тем более, что на реализацию проектов деньги будут давать украинские и зарубежные инвесторы, а не отечественные налогоплательщики. Я думаю, что сегодня общество готово к этим реформам. Это не так даже как правительство и парламент, как общество само готово, и оно хочет получить определенные результаты. И я надеюсь, что все же и парламент, и правительство, и президент будут поддерживать эту ситуацию. Оксана Григорьева, подробности недели, телеканал Интер. Такими были подробности недели в эти семь дней. Встретимся ровно через неделю. Спасибо, что смотрели и счастливо. Субтитры подогнал «Симон»